Итак, раз у нас будет устанавливаться кареточный мотор, соответственно, что первое, будем снимать с велосипеда, это кареточный узел разбирания. Демонтируем, в общем, все элементарно. Берем шестигранник на 8 и откручиваем шатуны. Они нам уже не пригодятся. Очень рекомендую перед тем, как снять шатуны, открутить все педали. Потом в руках это будет не так удобно делать. Так, надеюсь, ключиков хватит, да, на 15. Педали были закручены на сухую. Пару лет такой эксплуатации, наверное, набить потом не рыпать или оттуда. Так, педали сняли, болты накопили, берем съемник шатунов, стандартный, обычный. Снимаем шатуны. Снимаем шатуны. Снимаем шатуны. Снимаем шатуны. Шатуны сняли, осталось снять каретку. В общем, все опять же, ничего сложного. Берем правильный инструмент и выкручиваем. Сначала левую чашку, кстати, вообще не зажата была. Можно было вручную это все раскрутить. С правой стороны вручную, видите, без какого-либо инструмента. Каретка не затянута была совершенно. На БАПАНГе у нас впереди одна звезда всего на кореточном моторе. Ну, переключатель мы решили оставить. Он у нас будет служить, как защитой отпадания цепей. Таким себе ограничителем. Мы просто настроим, чтобы максимально не чиркало. Как я уже говорил, у нас не будет переднего переключателя скоростей. То есть нам этого нет необходимости. на кореточном моторе одна звезда передняя. То есть мы монетку левую будем демонтировать. Откручиваем просто переключатель. Дальше, в общем-то. Рубашки, крюсики просто набираем. Откручиваем тормоз, монетку. Если кто уже пробовал снимать, грипсы снимаются довольно-таки сложно. Есть маленькая такая уловка. Лучше их снимать каким-нибудь. Чем говорит, что уже установлен на руле. То есть таким образом мы как бы поддавливаем грипсу изнутри. И она так более просто снимается. Сейчас мы, наверное, еще уберем вот эту заглушку. И он проще. Потому что когда мы обхватываем, то есть еще больше сопротивления. Слазит там очень тяжело. Так, грипсы не снимаем. Для чего? Чтобы снять монет. Монета у нас запасная. И ставим все на место. И пока не ставим. Пока не будем ставить ничего на место. Почему? Потому что у нас будет устанавливаться дисплей на руле. Вот. То есть пока ставим как есть. Грипсу одевать не будем. Полежим в коронке. В общем, пока мы еще не установили мотор на велосипед, можем установить звезду. Вот. Смотрите, какой нюанс тоже. Вот у нее можно же и так поставить, и так. Обычно все вот обозначения. Видно вам? Видно? Внутри находятся. Поэтому как бы это у нас будет такой себе определяющий фактор. Как мы его расположим. Вот. То есть обозначения остались внутри, чтобы их можно было посмотреть. Располагаем. Тут там положено. Есть в комплекте у нас болтики. Наживляем. На каждом болтике, как вы видите, нанесен уже фиксатор резьбы. Вот. То есть в принципе должно быть все нормально. Фиксатор препятствует самопроизвольному раскручиванию болта. Вот. Плюс к этому альтернатору на каждом болтике еще есть вот такая себе шайба. Шайба Гровер. Угу. Двойная. То есть в общем-то у нас тут двойная защита на болтике. То есть раскручиваться он точно не будет. Ну все. Берем шестигранничек на четыре. Закручиваем потихоньку все болты. Не помню теории, зачем это делается, но зажимаем винты по диагонали. Если мы сейчас затянули это, то следующий. Напротив него. Потом опять напротив. И снова напротив. Все. Переставим защиту. Переворачиваем. Опять же в комплекте у нас есть саморезы. Ничего не нужно идти искать, никуда не на базар. Обратим внимание, производитель не пожлобился. Положил лишних метизов. Один лишний болтик. Два лишних самореза. Запасных, не лишних. Вот. Ага. Я понял, зачем нам эти два болта. Это при монтаже самого мотора. Вот. Здесь вот эта планка будет вот так вот крепиться к мотору. Сейчас мы это все посмотрим на велосипеде. Так. Момент истины. Попробуем установить. Так. Сразу движу небольшой нюанс. Возможно нам сейчас сейчас будет мешать переключатель. Потому что здесь самая большая звезда у нас была 40. А не 44. Отлично. Прекрасно. Возможно даже все станет. С первого раза. Угу. Не станет. Где-то что-то. Пошло. Все. Готово. В общем-то стало очень даже неплохо. Вот. Установили мотор. Ну вот поставили здесь планку фиксирующую. Сейчас дожмем его еще. Все в комплекте у нас идет. Вот такая еще гайка. Затягивается она вот обычным ключом под шамановскую каретку HelloTech. Нормально достаточно. Ага. Хорошо. 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 Так, ставим шатуны, предварительно слегка смазали смазкой посадочное место. Опять же, не забываем левый и правый, на шатуне все написано. Соответственно ставим слева, правый само собой спорву. В комплект у нас были болты. Инструмент. Инструмент. Красота. Всё под названием... Красота. ple hogy. Тетчно. луч. Можно сразу ставить педали, но опять же не забываем смазывать резьбу. Я думаю, теперь можно начать монтаж дисплея и всего оборудования, которое на руле находится. У нас в комплекте вот были медизы, это у нас для закрепления пульта, такой один манюшенький. И два чуть побольше на сам дисплей. Мы продолжаем монтаж оборудования на руле. Установили дисплей, поставили пульт переключения режима инсистирования. С правой стороны у нас будет ручка газа. Сейчас мы еще посмотрим, куда ее лучше поставить. Так, чтобы она не мешала монетке, потому что такое непонятно. как будет удобнее. Эргономика такая на руле. Очень своеобразная. В принципе, при установке электрооборудования на велосипед, потом уже очень редко люди пользуются монеткой. Вот, я думаю, у нас примерно тот же случай сейчас будет. И так вот у нас из кареточного мотора выходит три провода. Один, понятно, питание, второй управление, третий датчик скорости, спидометр. Тут все тоже ошибиться никак не получится у спидометра. Такой траконтактный разъем здесь тоже самое. Соединяем и закручиваем. Таким вот образом. Вот так. На стяжечке. Где-то вот сюда. Магнит нормально доставал. В этом месте будет стоять. В этом месте будет стоять. Наше переоборудование велосипеда практически подошло к концу. Осталось навести небольшой маркет в плане размещения проводов. Вот. А так уже все подключено. Все очень даже неплохо работает. Передний переключитель решили все-таки оставить, потому что при переключении сзади на большие звезды, в общем-то, довольно-таки большой перекос цепи получается. И есть вероятность того, что цепь будет спадать во внутрь крана. Вот. То есть он будет служить каким-то ограничителем. Так. Давайте продемонстрируем, как у нас что работает. Стандартное, обычное включение. У нас на пульте есть кнопка длительным удержанием. Включается дисплей. Так. Что у нас сразу отображается? Время. Вольтаж. Режим ассистирования. Скорость. Соответственно, начинаем крутить педали. Мотор включился, как вы слышите. И отображается на дисплее текущая скорость. Далее, соответственно, можем переключать режимы ассистирования, увеличивать. Второй. Мотор быстрее начинает крутить, лучше нам помогает. Третий режим. Четвертый. Пятый. В общем, режима у нас здесь H9. Дисплей. То есть, можно выбрать себе такой, как нравится. Дисплей показывает порядка 45 км в час скорость. Для велосипеда, в общем-то, вполне себе достаточно для передвижения по городу. Возвращаю режим ассистирования. Опять до первого. То же самое можно без педалирования. У бафанга есть функция ручки газа. С ней тоже самое. Нажимаем ручку газа. Как видите, шестерня у нас крутится самостоятельно. И вот с ручкой газа можем, опять же, увеличивать себе скорость. Режимы с первого по девятый нам доступны. То есть, как вам удобно, такую для себя скорость выбираете. Вот такой вот получился симпатичный велосипедик. Минимум изменений в конструкции, зато максимум удовольствия, скорости. Минимум, скажем, лишние нагрузки. То есть, можно на работу спокойно доехать. Даже, я думаю, не вспотев. Вот что немаловажно, если у них нет душа в офисе. Такой приятный бонус будет. Можно приехать и дочки в галсту. Они даже не догадаются, что вы на велосипеде уже. Задавайте вопросы, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!